Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня хочу показать вам флаконы, которые мне не нравятся, которые у меня есть. И каждый раз, когда мне нужно использовать один из этих флаконов, я всегда... Нет! Ну, я всё равно использую эти ароматы, конечно же, просто не нравится мне дизайн или что-то другое в этих ароматах. Так, подписывайтесь на меня, я вам буду рассказывать об этих ароматах. Нужно сказать, что я не говорю сейчас о аромате, я говорю сейчас о флаконе. Флакон, бутылка, вот контейнер, в котором есть этот аромат. Не о самом аромате. Поехали! Поехали! Расскажу первую вещь, которая мне больше всего не нравится, это когда флаконы не стоят сами по себе. Вот я начну с моего любимого флакона, который мне нравится, не флакон, а аромат, который мне нравится очень сильно. Это Ангел и это у нас Мюглер. И это у нас с девятнадцатого года Круазье серия с манго. Прекрасный манго. Сочный, красивый, красивый. Композиция прекрасная, супер. Все с ней так, но вот эта штука, она не стоит. Она может только лежать. Лежать она может без проблем. Но проблема в том, что если у вас не один такой аромат, если у вас их много, то они у вас все лежат и они очень много места занимают. Когда, особенно это актуально для тех людей, у кого большая коллекция, потому что когда аромат стоит вот так и аромат лежит вот так, когда он стоит, вы можете на то же самое место поставить два. Когда он лежит, то он только один лежит. Два, то может быть и три. Умудритесь. Поэтому мой совет бы... Ну, конечно же, сейчас они делают новые ароматы Мюглера, которые стоят уже сами по себе. Но они, кстати, большие. Сзади у них такая штука, которая их поддерживает. Они довольно объемные. Просто сделать такую, знаете, пластмассовая такая фигня, которая иногда продается с рамочками, чтобы рамочки для фотографий сами стояли. Вот такая вот просто пластмассовая штука, держатель как раз, и он сам стоит. Та же самая штука вот в одном из ароматов, который мне нравится очень сильно, тоже не стоит. Не стоит он сам, и это мне не нравится. Он только лежать умеет. Хорошо, что сделали тут такую выемку для пальца, чтобы хотя бы можно было удобно держать этот аромат. А иначе, если бы этого не было, то это был бы просто фиаско по всем направлениям. И еще один есть аромат, о котором я на самом деле могла бы сказать то же самое, но я не могу стоять о нем то же самое. Потому что этот аромат очень давнишний. Это облик, если кто его узнал. Живанши облик. И это у нас ревайнд. И вот, короче, я сейчас его разберу. Он вот так вот выглядит. Вот эта штука, она, кстати, тоже, вот этот рефил, он тоже не стоит сам по себе. Потому что у него попа, округлая попа. И, в общем, он только лежит, этот аромат. Вот так вот. И это тоже не очень удобно. Так же неудобно, как и все остальные ароматы. Но тут хотя бы тот факт, что этому аромату все-таки ему 20 лет, как-то может вызвать, ну, хоть какое-то, знаете, а ну ладно, махнем рукой на это. Потому что сейчас все знают, что даже если вы не особо увлекаетесь ароматами, у вас, ну, хотя бы 5-6 ароматов есть. И просто позволить, чтобы они не стояли, чтобы они лежали, ну, это как-то, знаете, непозволительно такое позволять. Дальше. Моя другая, следующая моя такая вот класс ароматов, это ароматы, которые, с ними что-то случается не по вине того человека, кто их использует. Вот, вот что случилось вот с этим ароматом. Обратите внимание на аромат, который стоит сзади меня. Это Orange Big Aradia, тот же самый бренд. Это Шапар. И у меня здесь Lemon Dulce. Что произошло с этим ароматом? Одним прекрасным днем иду брать этот аромат, напшикивать его на себя. И вот эта вот штучка, вот эта шайба, вот этот кружок остается у меня в руке. При том, что вот эта вот штука, которая, вот сам колпачок, на котором держалась эта штука, он так же и выполняет свою функцию, как прежде. Вот эта штука, вот этот кружок, шар, он отклеился. Проблема в том, что... Я пыталась его приклеить. Проблема в том, что вот этот шар и вот эта штучка, этот колпачок, они соприкасаются друг с другом только вот по вот этой вот линии, по вот довольно маленькой линии. Я пыталась приклеить их клеем, но там нужно какое-то очень малое количество клея, иначе, если много клея, то он будет вылазить, он будет некрасиво. А маленькое количество клея он просто не держит. И вот эта штука и внутренности, они не соприкасаются вообще никак. Без проблем. Я ставлю вот так вот, я ставлю это вот так, всегда она у меня закрыта. И вот эта штука у меня стоит рядом, я понимаю. Но эстетически это, конечно, некрасиво. Тем более, что вот эта штука, она у меня была куплена в один и тот же момент, в один и тот же день. С этим ароматом все в порядке. С Лимон Дульча вот такая вот штука произошла. Еще одна вещь. И кто-то может сказать, что это подделка. Этот аромат я покупала на официальном сайте Juliet Heise Gun довольно давно. Это у меня один из первых разливов этого аромата. Проблема этого аромата, не аромата, а крышки, в том, что сходит цвет. И для кого-то это может быть вот эта подделка. Это оригинальнейший аромат. Я не люблю подделки, я не поддерживаю подделки, я их не покупаю. И я против того, чтобы люди их покупали. Так вот, в оригинальных ароматах такое тоже случается. Но это же не нужно, чтобы так случалось. Тем более, что этот аромат, он не протекает. Этот аромат не протекает. Вот иногда вот такие вот метаворфозы случаются именно из-за того, что аромат протекает. И вот алкоголь, который в аромате, он делает именно вот то, что соскребает вот эту вот краску. Тут такого нет. Тут нет никакой потери аромата. Я не знаю, краска сама отлупляется. Та же самая проблема в прекрасном аромате. Сам аромат просто чудесный. Он называется Dancing Ribbon. Это у нас Нина Ричи. Прекраснейший, прекраснейший аромат. Ревень. Он сладкий, он свежий. Супер. С этим ароматом все хорошо, кроме всех других вещей. С ароматом все классно. С бутылкой все урасно. Значит, вот эти вот штуки, вот посмотрите, вот это вот серое, что вы видите, это не блик. Это вот краска, которая слазит. Краска слазит там, краска слазит вот здесь. Здесь, на этом, вот здесь, на этой части. Это должно олицетворять бантик. Понимаете, бантик вот этот вот. И вообще, что это за флакон? Вот что это за флакон? Нафига вот этот пластик? Вот этот вот пластик. Это все так огромное. Это все так неудобно. Вот это все. Вот оно все как-то шатается. Я уже даже не говорю о ситуации вот здесь. Потому что аромат протекает. И аромат, протекая, он как раз вот краску чуть-чуть здесь разъедает. Ну, опять же, еще раз, для тех, кто это подделка, это не подделка. Этот аромат куплен в Финляндии. Там подделок не было и нет. В общем, одни тяжелые вздохи от этого аромата. Что я вам вообще хочу сказать. Дальше. Еще одна ароматная категория. Это аромат, которому вы должны уделять экстра внимания. Потому что, если не уделите экстра внимания, не закройте крышку. Вот у меня есть аромат от Armani. Это Because It's You от Armani. Иногда такое бывает, что мне нужно бежать. Издавал бежать. Потому что я опаздываю куда-то. Поэтому я выбираю аромат. Пшик-пшик-пшик. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-п у меня нет на это я может быть папа видео я может быть создаю впечатление человека у которого который такой знаете дзен я на самом деле совсем не целью может быть это частично из из-за того что я овен но если вот я один раз так сделал второй раз не закрывается третий раз эта крышка она просто летит туда куда я и потом нигде не найду то есть у меня нет на это терпение вот на вот эти все штуки оно не должно быть так оно должно быть крышку открыл пшикнул закрыл без проблем они вот это все это же не кубик рубик который нам нужно сложить чтобы он там так как должен быть это всего лишь крышка дальше следующая штука это бантик у меня есть аромат который мне очень нравится который я очень довольна что я его купила это аромат orange bitters от опять этот бантик а дело не так это все потому что он слетает ими его нужно всегда проворачивать и надевать правильно orange bitters это лимитированное издание двадцать третьего года я уверена что в двадцать четвертом году вот в этом году они тоже сделают на рождество что-то подобное так вот тут есть бантик вот этот бантик который вот когда я открываю так эту вот крышку этот бантик держится изо всех быкс последних сил на она вот этой вот на крышке часто у меня так бывает я открываю эту штуку этот бантик куда-то летит сам по себе это конечно быть нет не должно если вам хочется чтобы в этот бантик был сделайте стилизованный банки нарисуйте его или просто приклеить его просто приклейте я вам покажу бантик который ну тут тоже есть конечно вопросы к флакону особенно к этому бриллианту но но тут бантик всем бантиком бантик вы открываете эту крышку это джуси кутюр в его ля дюси кстати этот бантик он держится он держится он никуда не девается он тоже кстати эластичный вот но он очень плотно хорошо держится тут еще и такая штука есть типа такая веселька тоже это все плотно нормально держится но не вылетает не никуда не девается то есть все сделано так нам следующий аромат это тут проблемы у нас две первая штука это просто прекрасный одну секунду мне нужно выпить чуть-чуть воды и раз уж я выпила воды мне нужно еще посмотреться все ли в порядке с помадой все в порядке с помадой так вот это джан-франко ферре прекрасный прекрасный аромат специевый унисекс холодненький все супер проблема я даже не никаких усилий не прикладываю к тому чтобы сделать вот это то есть иногда когда я делаю пшики 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 иногда вот эта штука от нажатия на просто вылетает тут еще есть одна проблема которую я продемонстрирую на другом флаконе тут не вылетает вот 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 это вот это не происходит это у нас репликают нас бич ворк тут происходит другая проблема если вот этот аромат оставить его например в сумке и у вас например сумки стоит компьютер ваш и вот этот аромат он перевернулся так и тут ваш компьютер к нему там подбирается ну потому что вы идете с этой сумкой и сумка в движении вот компьютер тэнк 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 может случиться так что это ты не будет нас настолько сильный что будет вот так и будет все выпшикано и вот у меня даже вот на руке осталось сейчас то есть здесь не хватает вот такой типа вилки которая как у монталь раз и вы не нажмете больше на этот аромат вот здесь этого не хватает конечно хорошо чтобы это было дальше есть у меня категория дизайн который мне не очень нравится например вот это тут все прекрасно сделано тут хорошего качества этот шар это киллиан кстати это киллиан у меня кисинг у меня у меня еще один есть такой аромат эдалс так вот здесь все хорошо сделано все нормально все прекрасно ничего не нет ни краска не сладит ничего но дизайн люди дизайн я не знаю то ли это шар который летит то ли это колба какая-то как в каком-то лаборатории то ли это лампочка я не знаю что это и это странно выглядит на самом деле повторюсь она выглядит хорошо она выглядит качестве но просто форма странная а следующая еще штука но тут уже моя заморочка это вот такой вот кинзо интенсивная версия вот того самого аромата который у меня стоит за мной кинзо вот и посмотрите на этот глаз а теперь представьте когда они стоят вдвоем вот рядом один с другим такое ощущение что два глаза которые смотрят на вас и вас судят вот они смотрят и вас осуждают либо вас и как-то на вас смотрят таким вот типа взглядом не знаю мне не нравится при том что когда вы берете этот аромат он еще вот вот такой звук издает потому что вот этот глаз вот этот вот зрачок он бьется об стекло и делает вот такой вот неприятный звук короче да очень очень странный дизайн у этого аромата очень следующий дизайн тоже который во первых во первых как по вашему этот аромат должен стоять он должен быть вот так либо он должен быть вот так как вы думаете проголосуйте в комментариях этот аромат он должен быть вот так этот аромат от бионсе у него здесь стоит буква б и он стоит вот так вот совершенно спокойно вот таким образом стоит на столе на вот этой части которые в принципе вы можете поставить и вот так но не всегда это возможно потому что в некоторых у меня она более менее плоская в других флаконах я думаю что вам тут видно что то что то написано здесь буква б как как бионсе это вот буква б она выпукла и аромат он не держится он не стоит когда вы ставите его вот так это в общем то должно рассказывать нам о больших городах очень высоких домах их архитектура в общем больших больших мегаполисов ну ладно я ничего не имею против этого флакона абсолютно но вот это что это что это за что это за штука зачем она ее слишком много вот этой вот пластика его слишком много его здесь не нужно иметь не не знаю следующий аромат и следующая проблема это вот это стелла маккартни стелла маккартни который сейчас этот аромат не производится кстати очень классный его можно купить в интернете без проблем так вот здесь таким образом распылитель а значит работает вы нажимаете на вот эту вот кнопку и потом нажим нажав на эту кнопку отсюда выливается аромат проблема в том что иногда эта кнопка западает вы потом немножко я там что-то с ней поделаете она она потом выскакивает обратно без проблем есть еще другой аромат вот такой вот аромат это леди миллион и у меня здесь empire так вот я читала даже в интернете многих людей вот это здесь тот же самый механизм то есть вы нажимаете вот здесь и выплескивается отсюда и у многих людей этот механизм он западает потом он западает один раз два раза три раза и потом вам ничего другого не остается как просто разбирать вот эту всю конструкцию и делать что-то потому что кнопка западает навсегда проблему можно решить очень очень легко эту проблему купив просто меньший размер потому что у меня есть 30 миллилитров не этого же аромата но из этой же серии вот здесь просто мы снимаем эту штуку и здесь у нас просто классический распылитель который всегда всегда лучше дальше аромат а кстати я вам вот покажу два с ними вообще никогда никаких проблем не было та же самая история тот же самый принцип тот же распылитель который покрыт другим то есть вы нажимаете на что-то другое чтобы привести в действие распылитель который здесь внутри несмотря на то что этому ангелу или ну ему довольно уже много лет этот довольно недавний у них одна и та же система у них никогда не было проблем ни с давними не с недавно проблем у этих распылитель у меня лично никогда не было поэтому распылитель распылитель рознь конечно наверное зависит это еще от того где вы покупаете эту фурнитуру но не вы а вот бренд который делает эти ароматы следующий аромат это очень тяжелые очень объемные ароматы например вот это это 100 миллилитров 100 миллилитров ля вебель интонсман вот вот это все вот это все нафига нам столько стекла люди кстати они сейчас сделали аромат который я тестировала мне понравился новый аромат эликсир и там другая там уже другая концепция флакона флакон более он сделан он более квадратный там гораздо меньше стекла мне флакон понравился очень то есть они более сделали его модерновым но эти флаконы между прочим они вот последний аромат который у них сейчас эликсир он вышел вот сейчас осенью а до этого аромат у них вышел весной и он еще был в таком флаконе поэтому эти флаконы они продаются это же просто это же просто штука которой можно обороняться она тяжелая штука она тяжелая это такое знаете мини кирпич просто и и она еще очень широкая кстати говоря еще один аромат тоже мой любимый аромат нравится очень очень нравится ну что это это жадор это жадор зачем нам телевизионная башня вот эта вот штука и вот вот смотрите сколько здесь стекла сколько здесь стекла а здесь всего лишь сколько метод миллилитров фиг знает я не вижу а тут уже вот вижу сколько миллилитров или нет не вижу потому что светлым на светлом короче даже если 100 миллилитров здесь это слишком большая слишком большая упаковка и она слишком тяжелая еще один аромат я сейчас окину своим орлиным глазом да мы наверное заканчиваем именно на этом аромате это странного объемного объемные крышки так вот вот посмотрите прекраснейший аромат фиги здесь все про фигу здесь и фигов и здесь и зеленая фига здесь и молочко здесь и вот эта мякоть фиги здесь столько-только всего фиги классный классный аромат но вот это вот ромашка она тут зачем она как половина моей головы это ромашка я не шучу ребят ну ну она просто огромная мягкий большая голова даже она даже больше чем у моего мужа ну вот это на одну треть моей головы хорошо то что вот эта штука она мягкая но не то что она мягкая мягкая прямо но она сделана из такого более-менее такого пластика который гнется чуть то есть если вы берете вот возьмете за эту ромашку вы себя не не покалечите а потому что если бы она была например из плотного пластика из пластика такого как вот этот то можно было бы и травы и травмировать руку и это не неплохо когда у вас например есть 5 таких ароматов и все и вы их 5 этих ароматов выставили на свой туалетный столик они у вас там стоят они вас радуют они людей радуют которые к вам приходят смотрят о какие красивые ромашки все замечательно когда у вас ароматов много вот это вот голова этой ромашки она просто мешает нормально поставить ароматы один рядом другим чтобы как-то оптимизировать даже то место куда вы ставите эти ароматы возможно вас просто нет так много места чтобы эти ароматы все вместить и тут еще вот это голова огромная вот хотя бы уже сделали как некоторые бренды делаю знаете когда есть вот такие вот странные такие вот крышки они еще дают такую минималистичную крышку вот типа вот этой типа типа вот этой хочешь вот такую а хочешь вот пожалуйста тебе красавица такую большую вот на этом все на этом мои мои стенания по поводу некрасивых флаконов заканчивается я очень хочу у вас узнать какие от вас узнать какие флаконы и вам не нравится если флаконы которые вам прям пишите мне 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 интересно я всегда всегда читаю ваши комментарии и я вам желаю хорошего воскресенья замечательного дня с вами мы увидимся в среду пока